Застань, застань. Убили. Отлично. Выходим, выходим. Через низ выходим. Здесь, как и в реальном бою, важна каждая мелочь. Скорость, реакция, подбор оружия и, конечно же, тактика. Последнему пункту геймеры уделяют особое внимание. Тренировки по несколько часов в день. Отсюда слаженность действий. В противном случае, как тут говорят, ты лузер. Проиграли в один раунд буквально и все. Разница в один раунд была. Тоже враги были намного сильнее нас. Понимание игры в нашей команде, так скажем, месяц буквально. Может, даже меньше. У них, наверное, сыгранность лучше, у нас похуже. Вот поэтому и проиграли. Еще зрелищнее, еще масштабнее. Алтай Open Cup собрал сильнейших со всей Сибири. Приехали даже гости из Красноярска. Зачастую эти команды фавориты. Ребята, похоже, целыми днями не расстаются с мышкой и клавиатурой. Например, когда мы играем в других команд, я не вижу в них, например, что они тренируются усердно или что-то продумывают. Мне кажется, они просто так играют. В качестве поля боя новый клуб уже второй такой в Бийске. Больше пространства, больше возможностей. Игровая зона стала шире. Вот этот угол, который с виду напоминает чем-то кинозал, тоже увеличился в размерах. Отсюда больше зрительского интереса. Нужно расширяться уже в другие города где-то развивать. Потому что Бийске уже киберспорт как бы, ну, относительно хорошо развивает. Команд очень много. Ребята играют, тренируются, чего-то добиваются. А вот так вот смотришься на по другим городам. Ну, как-то слабо развито. Даже тот же на Сибирске их не так много. Гранд-финал. До этого соперники виделись исключительно в виртуальной реальности. Сквозь ситоотборочных этапов в Наукоград приехали шесть команд. В каждой по пять бойцов. Зарубились одновременно в трех видах игр. Если у него хоть что-то чем-то помощь, то нет ничего, кроме Айс-Армора, который в страну вешает, то есть не имеет никакого смысла. Из Ванкувера и сразу же в Бийске. Его зовут Кристал Мэй. Это там, в виртуальной жизни, в реальной Дмитрий. На языке геймеров он стример, в переводе – комментатор. Вся главная проблема уже в командных видах спорта – это взаимоотношение людей. Кнопки нажимать может каждый. Кнопки нажимает вообще совершенно каждый. Кого угодно спросить. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но, в общем, мы в целом все на одном уровне. Вопрос именно в том, как ты относишься друг к другу. И когда ты относишься друг к другу максимально подружески, когда у вас комфортно относиться вверх на три команды, вы готовы экспериментировать, вы готовы побеждать. Это самое главное. Это то, что происходит во всем уровне, на интернациональном уровне точно так же. Виртуальные бойцы нередко обижаются, когда их увлечение называют игрой. Тем более сейчас, когда в стране действует закон о киберспорте, просят называть себя исключительно спортсменами. С этого года у участников Алтая Open Cup появился дополнительный стимул. Вот наше уже традиционное мероприятие является первым официальным турниром, первыми официальными соревнованиями по компьютерному спорту на Алтае. Что в этом важно? Сегодняшние победители, которые показали лучший результат, победили, смогут подать свои заявки на присвоение им спортивных разрядов. Это началось буквально с этого года, поэтому, на мой взгляд, это такая важная составляющая в мире компьютерного спорта. По итогам сражений большинство разрядов смогут получить представители Красноярска. Отдельный приятный бонус для всех финалистов от организаторов турнира фонда Александра Прокопьева. Призовый фонд, который в этом году равен десяткам тысяч рублей. Как теперь говорят сами участники Алтая Open Cup, это турнир реальных возможностей. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости.